После вчерашней трагедии в Казани и в регионах России, ожидаемо заговорили об усилениях мер безопасности в детских садах, школах, дополнительных учреждениях. Ожидаемо, что этот вопрос стал главной повесткой сегодняшнего дня в Министерстве образования и науки Алтайского края. Уже вчера образовательные учреждения региона получили экстренный план действий во время ЧАЭС. Школы должны проверить систему оповещения, кнопки быстрого реагирования, провести инструктаж с учителями, родителями и детьми. Министр образования края отметил, допускать вчерашние ошибки в Казани нельзя. Когда учители и дети сообразили, что нужно просто забаррикадироваться, окна закрыть, телефоны отключить и залезть под стол, они сохранили свои жизни. А те, которые не сообразили, они наоборот вышли в коридор и попались на пути этого убийцы. То есть не сработала защитная вот такая штука, потому что никогда ничего не случится в моей жизни, никогда ничего в школе не произойдет. Или в детском саду, или еще где-то. К сожалению, дорогие мои, происходит. В результате теракта в Казанской школе погибло 9 человек. Двое учителей и семеро школьников. Около 20 раненых сейчас находятся в больницах. Массовые убийства устроил Ильнас Галявиев, бывший ученик этой школы. На допросе 19-летний парень сказал, что он бог. Чтобы огородить учеников Алтайского края от подобных богов до 15 июня, школы региона должны провести самопроверку. Также Министерство образования края будет устраивать выборочные проверки. Вот терминалы металлодетекторы на сегодняшний день не во всех организациях есть. Пропускные терминалы в большинстве больших организаций, металлодетекторы, так скажем, в части организации. Охранный пропускной режим дальше осуществляется либо частными охранными предприятиями, либо сотрудниками организации, которые имеют соответствующие должностные обязанности. К 2024 году металлоискатели должны появиться во всех школах региона. Кстати, сегодня стало известно, что до 17 мая каждая организация должна создать так называемую антикризисную команду. Она будет отвечать за план действий во время ЧАЭС. В него войдут сотрудники школы. Один или два человека отвечают за оповещение при какой-то ситуации. Два человека отвечают за координацию этой эвакуации. Третий человек отвечает за взаимодействие с службами реагирования и средствами массовой информации, потому что это важно. Мы вчера видели, как эта тема освещалась и так далее. В Барнауле сегодня весь день приносили игрушки, цветы и свечи к мемориалу славы. Как и во многих городах страны здесь прошла вахта памяти, студенты вузов края почтили память погибших в казанской школе. В самом Татарстане сегодня был объявлен день траура.